здравствуйте друзья с вами канал мой огород в эстонии сегодня я хочу показать вам томатик который тоже теперь мой фаворит и скорее всего попадет мою коллекцию будет все это зависит от его вкусовых качеств а так это яша югославский огромные томаты огромные он какая вторая кисть все подвязано и вот я сейчас смотрела он у меня оказывается в четыре ствола и он у меня весь в томатиках и вон какая кисточка под потолком там 8 томатов но они наверное уже такими крупными не будут обычно вообще убирают из кисти томаты чтобы они наливались оставляют 2-3 томатов кисти чтобы кисть была крупная ну вот яша югославский очень высокий он уже а он один из первых уперся в потолок правда это теплица получилось у нас наверное не знаю два метра как-то получилось потому что мы ее поставили в фундамент она обычная теплица 3 на 8 но мы ее вкопали в фундамент вовнутрь в землю и плюс еще высокая грядка так что мы украли полметра точно в общем ее надо высокую теплицу в нормальную сажать его а так он конечно поражать своей выносливостью потому что он был посажен 10 апреля в холодную неотапливаемую теплицу обогревался свечками ну и котелором был накрыт все эти томаты в принципе все томаты на этой средней грядке были высажены в эту теплицу 10 апреля а семенами посеяны были 20 февраля ну что я хочу сказать что этот томат перенес холод и жару нормально абсолютно нормально он все завязывает и в холод и в жару но единственный его недостаток наверное это что он очень очень высокий и вот сейчас только начало июля еще три месяца впереди а ему расти вообще некуда и вот я думаю что я все таки буду снизу пускать у него пасынки хотя он в принципе у меня и так в четыре ствола вот так ну в общем шикарный томат как-то будем справляться кстати у него и не было махровых цветов хотя в его характеристике написано что он расположен предрасположен к махровым цветкам а у него как раз их и не было вот до новых встреч пишите комментарии ставьте лайки дизлайки до свидания и и Продолжение следует...